Без мата, без мата, без мата, всё. Дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дюн. Иван Золо представляет, но... Трудно без мата, трудно уже без мата, уже трудно без мата, честно скажу. Новое видео, приятного просмотра. Всем привет, мои золики, вы находитесь на канале Иван Золо 2004. И сегодня будет рубрикам вопрос-ответ, где я подготовил 18 вопросов, которые написали мне мои же подписчики. Так что, дорогие друзья, начинаем. Ваня, хотел ли бы ты вернуться в зиму 2021 года? Давайте, наверное, с самого лёгкого ответа. Хотел бы я вернуть 2021 год. Естественно, хотелось бы вернуть, но, к сожалению, не получится, ибо мир движется вперёд. Можно, в принципе... Глубоко копнул, глубоко. Слушайте, Иван Золотов, философ. Улучшить год. Да и, в принципе, любые года можно улучшать чем-нибудь новым. Что, собственно, я этим и занимаюсь. В мире появляется каждый раз что-то новое. Контент, блогеры, да даже новые ветви развития своей жизни. Если вы помните о Минуте Дальбайе, то, к жалению, мне не получилось с ней как-то сделать контент. Потому что на одном из фестивалей она сказала мне, что не хочешь со мной снимать видео и давать мне контакты только потому, что я был прошлым с Николаем. Она тоже. И, собственно, напишите в комментариях, правильно ли она вообще сделала или, собственно, неправильно. Лично... Читает. Он читает по сценарию. То есть, вы думаете, у него сценарий есть такой, типа, сидит-сидит и с ним подмигивает каша. Комментарии, правильно ли она вообще сделала или, собственно, неправильно. Без мата, без мата, точно, без мата. Я какой-то мат сказал? В натуре? Но, все, теперь точно, официально, без мата, вот от начала до конца, все, от начала. 15 минут, первый, непосчет, 15 минут я показал как я стримил, как это неправильно стримлять Лично мне бы показалось, что подписчики бы одобряли такую идею, собственно говоря заколабиться с ней еще раз Ну и, собственно заколабился стендер либо и но к сожалению из-за того что я про неё говорил какие-то гадости какие-то гадости хотя информация достоверная она не хочет со мной никак коллаборировать хотя бы с ней в жизни встретился обсудил бы все микро моменты и она бы меня сто процентов простила и полюбила потому что я теперь новый человек я стримлю без чего без мата собственно перейдем вообще к сути этим ответом я был конечно же обижен но потом как-то отпустила собственно говоря я не опускаю руки надеюсь сделаем с ней будущим контент иван какие планы на будущее второй вопрос какие у меня планы на будущее это принципе продолжать знакомиться со знаменитостями за четыре года я встретил более 110 или 120 знаменитостей это сколько он 100 тысяч рублёв получил о о нифигасе иван золо денег имеет буду также продолжать делать новую музыку кстати он не не да он читает он заранее подготовил короче ответы на вопросы и читает просто это а он появился питмейкер и в данный момент мы с ними работаем ожидаете новое видео по играм хочу также сказать что трэш контента не будет потому что трэш это плохо и в принципе хочу будущем чтоб хайп был без конфликтов потому что черные пиары это принципе плохо и влияет на репутацию так что прям правду матку руби слушайте ну конечно он говорит по-своему и получается как-то глупо сформулированное предложение но в принципе так то по факту никакой у него прям не говори о никакой а плану никаких там вещей плохих он ну не говорил в общем без мата без мата вы хотите еще штрафы вести типа один мат от 1 1 тысяча рублей там в какой-нибудь приют да я просто обанкротить вы понимаете такие вот дела какой твой любимый сериал или фильм третий вопрос какой твой любимый фильм или сериал любимый сериал от байтанской компании bbc доктор кто сериал и заключается в том чтобы данный персонаж должен спасать мультивселенную от зла а любимый фильм это майор гром чумной доктор этого персонажа я знал еще в детстве поскольку я люблю читать комиксы бля ой да ну нет вот вот чего чего но вот сразу с первого вот первое же слово что было вот это в первый раз у меня сейчас без мата без мата без мата вот просто сидел сидел и из ничего просто ляпну вот надо же быть таким я хотел спросить а почему он сам про себя читает он не может сам про себя рассказать что я понимаю там какие-то сложно сложные вопросы там можно подглядывать в текст но это сам ты про себя рассказывает что-то любишь то чего не может это не прочитывая рассказать не выдержит чекайте я стараюсь максимально я стараюсь и поэтому персонаж в какой цвет покрасишься летом 2002 4 может щелку четвертый вопрос какой цвет ты хотел бы перекраситься в 2024 году 2024 году я ищу покраситься либо в синий цвет с оттенком розового или черного цвета плохой вариант плохой вариант когда я впервые покрасился мне ничего никто плохого не сказал потому что чисто психологически знаю людей они в этой жизни много чего повидали да и принципе я считаю что в двадцать первом веке красить волосы это норма это вообще заебись это вообще класс мысли это это вообще класс супер супер класс мысли а будешь ли когда-нибудь стримить на твиче еще пятый вопрос будет ли у меня стримы на твиче стримов на твиче не ждите потому что на твиче у меня связаны темное прошлое я хотел чтоб твич когда за закрыли но потом меня отпустил и потому что я не владею такими силами из-за этого твиче много было суеты не мою пользу меня дианонили обманывали издевались но это не за отвечает из-за общем твой популярность из-за того что ты не соблюдал цифровую безопасность так-то это проблема любого видеоблогера и стримера то что за ним просто начинают следить а у меня же еще паранойя есть то есть это вообще не до чего хорошего не доводит ворачиваешься каждый шаг надо мной да и принципе у стримеров неадекватное поведение собственно мне никогда не нравилось меня неадекватное поведение вот я дружу со своими друзьями обычными больше уже десяти лет и мы собственно говоря ведем себя серьезно и собственно говоря не лофлим а стримеры это просто лютый кошмар но на твиче я буду при стримера вот эти вот рофлят вот я представляю как ван зо с такой прической садится вместе со своими друзьями которых увидели на фотографиях и вот в те в тик токио ну такие же как он да вот так вот сидят просто очень серьезно очень серьезно являться редко в основном если позовут на какие-нибудь шоу но это к мафане слышно ваня что скажешь про итог с никоглаем остались ли вопросы к нему у тебя шестой вопрос что скажешь про никогла раньше но плюс-минус так у нас звучит с ним комфортно но сейчас цифру дали в голову и он очень сильно изменился сейчас данный момент с ним очень опасно общаться во первых он обманул меня на 200 миллионов рублей и тем самым подделал контракт на песню и клип дело следующее во вторых он нас считает рабами и зомби и собственно закупал дронов чтобы уничтожать людей да и в принципе оскорблял путина что очень очень плохо да вот все остальное это хуйня по сравнению с этим ой смысле мелочи есть еще какие-то плохие вещи которые он делал но вспоминать это очень долго и заморачиваться с этим не хочу но дел он плохих сделал очень много будет ли стрим с кашей ведь он больше не раб никоглая по твоим же словам он говорил то что они раб никоглая теперь и типа крутой парень 7 вопрос что скажешь про кашу да этот вопрос так и звучит он бы лучше не ответы свои записала вопросы этот персонаж слишком сложный для меня в общении он хуже никоглая и гораздо жесткие в общении хотел я урегулировать контент то есть минут было все адекватно но потом все пошло не как планировалось я ушел со стрима потому что там был николай потом у меня был план написать телеграм-канале чтобы он дал мне 100 тысяч рублей слушайте от ли отличный план кстати интересно а почему я ему не скинул то 100 тысяч рублей если он у попрос но если он написал это в телеграм-канале так где-то брешь в этом плане а может быть я не обязан тебя просто скидывать по первой же просьбе 100 тысяч рублей потому что это очень много денег вот ну он как бы не задумывался я первый человек который закон трил этого человека тем что его выписал принципе мне давно эти 100 обалдеть обалдеть любой человек может не подойти на сайт кроссовки нас от на кроссовке тоже меня выбесит законтрил конечно на вот человек который обычно писал про меня такие вещи там года два назад то потому что там каша законтрил законтрил и так далее каша не контрится вот вот стандартный человек посмотрите на него на осуждаем так я кепку сломал она у меня лопнула у меня кепка лопнула ну ладно тысяч уже как давным-давно не важны и еще я заметил что у каши проблемы с ориентацией что проблем нет как как это заметил что собственно уже видно что это катастрофически плохо вы можете это заметить по некоторым трансляции которые были раньше то что то почему его каким трансляциям с тобой трансляциям или как как каким что никаких проблем нет и мы за традиционные ценности выступаем в общем не забывайте новый закон вышел блин и меня тут обвиняют в чем-то осуждаю такой вани по каким видам спорта в кмс я думаю это самое сердечко и сама вопрос восьмой вопрос каким видом ты спорта занимаешься самый интересный вопрос только это и спрашивали подписчики верю я занимаюсь 8 лет стрельбой звука я блочник кандидат мастера спорта блочник чтобы быть кандидатами мастера спорта нужно хотя бы выйти за 530 очков также спорте обязательно надо выполнять всякие упражнения таких отжимания пресс скакалка легкий бег и так далее легкий бег но у меня не получится и вешал 69 килограмм после я иду на три метра чтобы несколько раз пострелять по щиту и уже иду на дальние дистанции я засошь и вешу 62 килограмма и рост у меня 170 ну а ну кстати мы плюс-минус одинаково с иван зола но только я поплотнее буду его иван какую девушку в какие девушки в вашем вкусе вам нравятся большие форму женщин мне до 9 вопрос планируете ли вы завести девушку и какие девушки в вашем вкусе во первых чтобы девушка была меня на год старше или на год младше или равномерно со мной то есть он идеально хочет чтобы даже день рождения совпадала с твоим во вторых моем вкусе девушкой косплеевшие ну или же блондинки и лишь девушки с синими или красными волосами как будто бы какую-то определенную девушку описывает да вам не кажется у лизы бебрина же были и блондинистые волосы и черные красные да да вам не кажется что-то он позарился я помню тексте пела там и я твою девушку выебу но спешу огорчить это не моя девушка и скорее всего она тени даст ну надеюсь он хотя бы спросит третьих у меня был план если я заведу девушку то я отпишусь от всех блогеров и уже создам only fans для горячих видео и фото это собственно категорически не шутка и не рофал принципе охуенный план ой крутой план крутой план просто ну шутки шутками но я бы подписался на такого не франц вот вот мне интересно чтобы он там делал на своем он лифансе этом тебе у меня сейчас нет девушки и собственно думаю она сама найдется ты бы хотел приехать перри ты бы хотел приехать переехать другую страну в другую блять блин блин ёпарасоте в другую страну 10 вопрос это достаточно будет короткий вопрос который на который я могу ответить ты бы хотел бы приехать другую страну но если бы я был бы богатым человеком то я бы приехал в америку потому по екатерина мизулина посмотрите человек топит за америку это категорически не разрешено у нас в россии продался он иностранный агент что россии я за несколько лет посетил множество музеи выставок да и классных фестивалей и вообще творческий человек и люблю гулять по городам какое любимое аниме порно одиннадцатый вопрос какое любимое у тебя аниме у меня кстати ну давайте ка я по быстренькому отвечу на все эти вопросы на всякий пожарный вдруг вас интересует что-то про меня так первый вопрос какое там я забыл минуту и какие планы на будущее планов на будущее на будущее нет у меня какой твой любимый сериал и фильма сериал клан сопрано фильм заводной апельсин просто по быстренькому сейчас фасту каким как какой цветом волосы пособираешься перекрасить не знаю на какой за донате там просто там много денег за донатит тот я перекрашивать хоть синий желтый ваня по каким видам спорта вы кмс я не ваня и я не кмс иван какие девушки вашем вкусе а тем только хотелось вот такие но если бы я был бы богатым человеком то я бы приехал в америку потому что россии я за несколько лет посетил множество музеев выставок да и классных фестивалей и вообще творческий человек и люблю гулять по городам какое любимое аниме доро ром мое доро ром но это не прям классно аниме я не буду его советовать да и как и в общем просмотр аниме все-таки даже лучше с девочкой погулять то есть ну насколько вы понимаете что аниме это не круто доро это единственное которое смог досмотреть типа до конца от начала до конца там конечно всего 12 серий но доро не тоторо доро доро не тоторо доро-роро именно доро-роро вот единственное аниме которое типа я смог досмотреть я не смог досмотреть там берсерка потому что там какое-то 3d началось я начал пугаться думал то что это реальность они аниме 11 вопрос какое любимое у тебя аниме я думаю наруто какой-нибудь либо про супергероя что-то я вообще фанат аниме в детстве я читал мангу а это черно-белые комиксы а потом перешел на marvel 10 и баба любимые аниме это что такое бабл что такое бабл объясните ко мне бабл 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 я знаю то что flash есть таким вкусом а бабл то что это хентай жвачка бубль гум ну понятно стоп разуму понятно 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 спасибо большое а пан пачман ван пись наруто плеч унесенный бич призраками ну наруто он назвал как я и говорил и конечно же атака титанов но атаку титанов я еще почти посмотрел первый сезон нормально с ну с вами на стриме иван расскажи свой распорядок дня двина встал стримил постримил лег и так каждый день у меня день сурка из с ума схожу мне депрессия уже третий год но если что это шутка передаю привет арсению и дашим а с этой вопрос иван расскажи свой распорядок дня с понедельника по пятницу у меня колледж встаю в 6 50 и 8 30 я уже в колледже до 15 50 или до 14 45 я в колледже и потом еду на тренировку 16 00 до 18 00 и дома я где-то в 19 00 и остается на контент где-то то и 4 часа по выходным интересно не распорядок дня только это больше похоже на твердую распланировку то есть там 15 пописать в 16 покакать и так далее не могу жить по плану то есть я не могу даже режим держать и нормально спать то есть там вот там 10 часов я ложусь спать но это не для меня извините конечно мне не получается я либо лежу на диване и отдыхаю или же я где-нибудь гуляю ищу что-нибудь интересное что конечно же можно посмотреть тебе нравится большое внимание которое ты получаешь вопрос 13 тебе нравится большое внимание который ты получаешь я в медийке уже четыре года и для моих подписчиков я стараюсь делать контент плохо получается не твое это но именно как мне внимание но смотря какое бывает внимание то что пытаются найти меня и убить в gta 5 рп то есть такое внимание мне не очень нравится там просто там ну как на улице подходит там о привет каши это ты там спасибо тебе большое ты там ну смешной и внешне как бы и пузо у тебя и пятки забавные и воняет от тебя мочу такому конечно хорошо отношусь конечно бывают там неадекваты которые начинают орать просто ну вы прикиньте я там магазине покупаю бульмени последние по скидке и мне нужно как-то скрытно это сделать чтобы не отняли а там подходит типчика начинает орать на весь магазин о каша о бульмени но это позор это цель я застреваю по часу потому что создаются большие толпы по сто человек и более от фотографирования естественно меня немного болят глаза иногда уже не хватает сил а вот например в интернете люди почему-то злые телеграме допустим люди почему-то меня шлют куда подальше и желают принципе много чего нехорошего но ты как бы ответ ответственность за некоторые свои плохие поступки то есть конечно можно это все там на голову твою снести но как бы это не оправдывает это объясняя то что ты там какой-то интересный это вообще как полнейший аудитории у меня в основном она разная бывало что подходили люди даже старшего поколения или же маленького и подросткового как-то набираешь своих менеджеров да не просто приходит короче домой к нему и такой теперь я твой менеджер теперь я тут тебя крышу и теперь я твоя крыша и все вопросы будут решаться через меня без прикола так оно и происходит 14 вопрос он конечно немного странный но я на него отвечу как я набрал менеджеров в основном у меня четыре менеджера первый менеджер алексей он с минска отвечает он с минска живет на улице тут это этот дом ты тут это квартира ты 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 рекламу приветы и видео поздравления второй менеджер он из циктивкара паспортные его данные ты 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 номер телефона ты 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 отвечает просто за и клаву третий менеджер это юлик он его родители живут это ты 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 санкт-петербурга он отвечает за коллабы и рекламу в ютубе четвертый менеджер это павел он с москвы и он от не придумал отвечает за концерты какую музыку то слышишь new jazz 15 вопрос я на него коротко отвечу а какую музыку ты любишь слушать я вообще меломан и обожаю слушать канала и попсу и чтоб были песни со смыслом и чтоб было он слушает федерико феллини не слушайте то что он там любит рок со смыслом там высоцкого предпочитает нет он слушает федерико феллини каша привет общаться без мата очень легко представь что разговариваешь со своими детьми или младшим братом да пошли они нахуй привет как относишься к максиму кацину сделай ушки котика это как это вот так вот как но как отношусь к максиму кацу да пошел он нахуй ой пошел он куда подальше было много слов в песне и желательно без матов недавно я добавил новые песни алена швец и также в мэйби бэйби иван как скоро вы планируете стать актером 15 вопрос как скоро вы планируете стать актером пока что не зовут но я верю что будущем что-то может пролететь и меня звали на елке 10 я взговаривал с актером евгением куликом также проходил пробу и учил тексты у меня отлично все это хорошо получалось и все было хорошо пока я не залетел в чемный список ой бля блин я забыл то что не беременно 16 смотрю что-то испугался был такой момент то что что-то что-то был испуг да язык и котей на мизулины ну и собственно меня давно исключили из черного списка и это было очень сильно тяжело и хочу сказать что я мечтаю сняться в каком-нибудь экшен или фантастическом кино где я играю главного героя и где много-много эпичных взрывов братан ты не можешь текст на 14 минут выучить какой фильм не можешь даже его выразительно прочитать смотришь его просто вот с монитора ну какой фильм правда ну что ты там будешь отыгрывать но ты не умеешь даже банально ну двигаться есть ну казалось бы ну человек же но как он танцует это пизда то есть у него реально моторика строительного крана иван что движет вами в вашей деятельности секрет что движет мной как вам удается не опускать руки несмотря на весь хейт вашу сторону 17 вопрос что движет вами вашей деятельности для меня медийный банк это как мультивселенная приключения новые знакомства и также развитие сюжета медийки хочу сказать что медиа сфере дружба не существует медийка это как поле битвы за хайф когда нет дружба существует как раз таки которую только нужно понимать кто друг а кто просто коллега то есть ну это чисто человеческое как будут конечно люди как если у вас там будут много просмотрений будут у вас много лайков ну и вы в общем дурачок будут будет много людей которые захотят просто вами воспользоваться то есть там матросить и бросить как говорится там даже буду готовы делать на вас разоблачение кидать вас камни я посмотрю отнуляется человек становится ненужным и данный человек идет своим путем и думает как хайпануть и набрать же свои просмотры ну когда у тебя такое было и все было на нулях ван зала с вспоминал одного человека который тебе решил помочь запросы так да я опять это вспомню когда я ван золо просто пригласил когда у меня там был пиковый онлайн пиковый хайп был вообще там ко мне бустера в лон напрашивались на стрим умолял там меня при прийти этот леонардо дикапри я ему говорил да нет конечно пошел ты нахуй иди снимайся в своем говне этом титанике ненавижу блять этот фильм так же ко мне там уход хотел прийти кто кимаус без мата без мата точно и мать сказал ка всех их послал и вот я пригласил на стрим решил помочь с феймом а ты потом стака запросил и вот когда просмотры набираются бешеным путем ну то есть когда их много сразу все люди подтягиваются и сразу же хотят подружиться на будущее что вы знали они не хотят подружиться это на самом деле просто манипуляция дали дальше все пойдет ко дну но потом опять вверх а потом опять вниз но не факт то что вверх вниз пойдет ну да то что приходит уходит не обязательно возвращается вообще из таких кто сразу начнет к вам подмазываться то есть вот допустим вы сидите сидите вдруг как-то выпал получаете люту популярный первый человек который к вам начнет подмазываться это эльдар жарахов эльдар жарахов дем абсолютно ко всем пытается подсосаться как-то тому пойдем на подкасте пойдем сделаем то-то пойдем сделаем так-то это мерзкий человек вот он в любую компанию даже если там говно будет жрать он вольется там ради фэйма и и так далее без мата я мат какой-то сказал не может быть такова к сожалению медиа сфера так что дорогие друзья на будущее вам хочу сказать что дружбы не существует да дружбы дружба в медийке существует просто большинство зрителей они сами на дубовую дружбу то есть они там видят ивангая какого-нибудь и пьюдипай вместе в ролике и они там что-то делают забавное все для стандартного зрителя это это означает дружба это все они там встречаются то есть если меня увидят с любой там стример шей просто в обычной жизни там как-то из-под тишка сфотографирует то все мы значит встречаемся у нас там любовь до гроба и так далее если мы расстанемся то все перестанут верить в любовь и также вот я если я просто с каким-то человеком там по стриму вместе вот мы просто посидим вместе все это автоматически будет для зрителей как дружба хотя такого не происходит то есть с большинством людьми которыми я делал коллаб мы не сильно общаемся только вот со шпаной я общаюсь вне стримов и занимаемся разными вещами смешными с остальными стримерами и видеоблогерами я вроде как не общаюсь там ну либо очень очень редко то есть то что было то прошло последний 18 вопрос почему так плохо поступил с бэбэйной из шпаны начало с того что мы списались во вконтакте и она меня приглашала на свидание для на сомневаюсь 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 сначала я у нее спросил сколько она мне заплатит потому что контент это же тоже работа и на а девчонки теперь вы платите мне за свидание 200000 так уж и быть пойду с вами в ресторан так уж и быть так уж и быть полчаса посижу в ресторане ладно ладно даже как-то зарабатывать чтобы жить и кушать на что она ответила что отдаст мне все сто процентов дохода и на всякий случай надо было спросить про возраст потому что мне он был в этот возраст очень важен если бы она была милфой и на десять лет старше меня то мне было бы это бы к жалению не интересно а если на десять лет младше вот тогда бы он подключился к делу о-па-па позже она пишет что она заболела и она никак не сможет тем вы насколько я помню лиза рассказывала на стриме мне кидали моменты про то что иван зова говорит то что не пойдет с ней короче вместе стримить потому что у него маленький онлайн и мало просмотров и нет миллиона подписчиков то есть он не будет с ней встречаться не интересно это ему он так такой хайповый ну то есть он то прям на медийный человек у него там миллиарды просмотров да даже если бы так было что-то требуешь с других и ванна зова настолько гений что не мог ответить на 14 вопрос а почему за 14 вопрос как набрал менеджеров как-то набираешь своих менеджеров да кстати да он не ответил на этот вопрос вопрос рассказал про своих менеджеров где они живут и чем они питаются очень хорошо читать иван я поражен иван настолько умный что грамотка и счета ответил на все вопросы без каких-то суфлеров и текста перед глазами браво я кстати тоже этот текст прочитал просто так настолько гениан что не может выучить свои же ответы ну блять я в ахуя блин точнее в ахуя да ой блин смысле я удивлен он